С древнейших времен под сводами бездны находили люди разбитые машины, которые умением своим заставляли летать. И не было под небом такого дела, в котором эти машины не были б сподручны. Так что в мире ли, в войне ли, во всякое время почитались в народе, умеющие управляться с ними. От начала мира три рода, три великих дома правили над бездной. Имя первому Кадиш, второму Келета, а третьему Гаяр. В те времена были люди равны между собой, и был мир между народами. И было так до тех пор, пока шестой синихерим, Гаяр Месмед Сидораил, в гордыне не возомнил себя выше братьев своих, и убийством и немалой кровью царствие свое над прочими родами не утвердил. То было царствие первое. С этих слов начинается Hammer Fight. В 2009 году Константин Кашутин под издательством Cranks Production, бывшим главным разработчиком KD Lab, выпускает компьютерную аркаду про битвы пепелатцев, обман, предательство и коварство. Игра во вселенной вангеров, но об этом мы поговорим в конце. Кстати, если вы не знакомы с вангерами, то советую вам навестить канал ББея. Ну а если вам захочется пройти их самому, то я за ваше психическое, ментальное и ректальное здоровье не в ответе. Итак, поехали. Игра начинается с обучения, для нас как для главного героя, молодого человека, готового сесть в пепелатц и приносить пользу для своего народа. Тут-то и появляется главная геймплейная фишка игры, выделяющая ее на фоне всего. Для управления вам понадобится только мышь, ей мы деремся, лутаем и летаем. Наше посвящение проходит на краю горы в паре с Халимом, опытным учеником Малеха, который и следит за всем процессом. Сначала нас учат летать и просят пару раз удалить Халима врученной нам казенной булавой, которая из себя представляет булыжник на цепи, привязанной к нашему пепелатцу. А после начинается спарринг до крови, из которого мы выходим победителем. После победы над Халимом приходит местный вождь Акилл и предлагает нам пойти с ним на охоту на велесовых червей. Но у учителя Малеха на нас другие планы, состязание охотников. И тут нам предоставляется два пути на выбор для прохождения главы, каждый из них дает свои бонусы. И таких выборов будет несколько на протяжении всей игры, и я покажу вам все способы прохождения. Для начала мы примем предложение Акила и пойдем удохать мерзких червей. Эти черви не могут причинить нам вреда ввиду своей медлительности, и мы разбиваем их на пару с вождем, как пиньяту на детском празднике. Пока мы били червей, у ребят на охоте все пошло по женскому лону, а Акилл собирает совет, и мы его сопровождаем. Во время миссии сопровождения на нас нападает Рой Бедрилл. И эти инсектоидные ублюдки могут попортить жизнь Гояру ввиду того, что идут толпой. Здесь же мы замечаем, что люди научились приручать червей, которых мы убивали 3 минуты назад. Итак, пчелы убиты, но это еще не конец. Эти жалопопые позвали тварей крупнее, и некоторые из них светятся и взрываются при уничтожении брюха. Поэтому тактика махать, как у малешоны, не прокатит. Нужно четко отрезать головы, иначе эта муха заберет вас с собой в могилу. По окончании мы попадаем на совет, который был собран из-за угрозы императора, что поклялся уничтожить род Гояров. И вот он решил клятву свою претворить в жизнь и перебить нас. Акилл понимает, что Гояры хоть и сильные воины, но под натиском императора в одного ему не затащить. А потому он просит помощи и укрытия у другого рода, но получает отказ. Вдруг через ночь на скалу летит запряженный червь с людьми, а над ним висит угроза в виде ночного охотника Софита, огромного, голодного и кровожадного, и мы бросаемся на помощь. После убийства Софита нас прозывают поразивший Софита. И тут я хочу рассказать о местной системе славы. На протяжении игры нам будут давать титулы за наши действия. Будем мастерски владеть тяжелым оружием, будут называть берсерком. Если будем щадить своих противников и не добивать их, то нас назовут благородным и так далее. Тем временем мы готовимся принять бой у стен нашего дома. Бой заведомо проигранный, но заберем мы так много, как сможем. Как ни странно, в итоге нас ждет не героическая смерть, а рабство, цепи и гладиаторские бои. Напоследок мы видим, как горит наша парящая скала, что мы называли домом. А нас везут в мелку. Пойдя по иному пути, мы будем подвержены проверке наших боевых навыков в лабораторных условиях. Под присмотром учителя и пройдя обряд прохождения через пиздюли, мы показываем, что достойно называться охотником. Но не успеваем мы закончить избиение, как нас прерывает отряд недружелюбно настроенных челиков. И мы вынуждены бежать. А бежим мы к дому и обороняем его, пока жители в спешке собирают свои пожитки и эвакуируются. После чего мы сопровождаем караван и охраняем его. Мы прибываем на совет и все идет по тому же сценарию. Просим помощи, нам отказывают, софит, атака, плен, рабство, гроб, гроб, кладбище, пидор. Всего времени правления гаяров 7 лет. Когда восстали народы на царство их и во прах повергли его. Тогда поставили царем мужа из дома Кадиш, именем Басант, прозванного Аурикзет, что значит достойный трона. То было царствие второе, и был царственным рот Аурикзидов многие века. И в продолжении времени того стенал дом гаяр в порабощении у прочих народов. И не находили себе места на земле, и многие из них ушли в глубины бездны, чтобы жить там без страха от соседей. И проникали они более прочих в тайны бездны, а бездна более прочих проникала в них. Охотую на тварей добывали себе пропитание, и находили во череве добычи многие камни, и исследовали их, и употребляли в воинском деле. Так что это был весьма странный народ. Мы просыпаемся в клетке и слушаем хозяина рабской ямы, и какого-то мужика с ловкостью ноли. Про нас говорят, что мы не простой раб, а можем помахать камнем и драться на арене, что приносит местному лидеру рофлы и щекели. Далее нас приковывают цепью к стене без оружия, а напротив кидают додика с молотком на перевес. Но я не буду просто танцевать для него, я буду рофлить над ним. И рофлить настолько, что в итоге я его за дезморалью, и нам засчитают победу. На следующий день нам дают молот и противника. Ничего сложного в этом бою нет. Мы начинаем нравиться толпе, и поэтому нас снова привязывают и травят на нас морящих жуков. Делать нечего, и приходится отбиваться. Мы проходим и это испытание. Может сейчас нас полюбили настолько, что снова привязали и пытаются убить. Втроем. Я не хочу с этим мириться, и по тактике затраливания противника я заставляю атаковать друг друга и двоих успешно вырубаю. Ну теперь-то мы достойны почета и уважи... А нет, опять цепь. Но на этот раз мы привязаны к противнику, что позволяет мне швырять его тело по арене об стены. В итоге всего нас хочет выкупить некий хасад, и вероятно использовать в своих целях, но я на все согласен, лишь бы при этом не было цепей. Но напоследок нас хотят выставить на бой против софита, что даст нам неплохой камушек, а хасаду дадут скидку на наше тело. Я соглашаюсь убить софита и надеюсь на честный бой. Но что может пойти не так? Мы опять в цепях. Этот парень был из тех, кто просто любил... Софит убит. У нас камень. И нас выкупили. Никаких больше цепей. К слову, полученный нами камушек дает нам способность вампиризма, что я лично считаю им бой. Хасад давний друг нашего отца, который должен был ему. И тем, что выкупил нас из рабства, оплатил свой долг. Он дает нам кровь, место для тренировок. И вообще он неплохой мужчина. В этом месте мы можем потренироваться на куски дерева. Поменять оружие. Потратить монеты, что мы собирали все время на новое обмундирование и предметы типа бомб, защитных щитков. А также опробовать комбинированное оружие. В этой игре можно объединить два разных орудия и сделать, например, топоро-меч. Но для использования такой вундервафли нужно грамотно подобрать комбинацию и обладать большим навыком. Мы начинаем выступать на турнире, что представляет собой такие же арены, как и во времена рабства, но без цепей. Мы проходим две битвы, и мужик в белом, которого зовут Хумид, увидев наш скилл, решает помочь и нам, и себе. Дело в том, что глава турнира причастен к смерти нашего народа, а у Хумида свои счеты с ним. Он обещает, что поможет нам отомстить и вызывает от нашего имени на поединок человека, что участвовал в убийствах нашего рода. Но просто так месть не свершится. Для начала нам нужно сразиться с приближенными воинами. И здесь из примечательного только то, что у меня получилось обезоружить противника, что дает нам режим гнева, при котором наш транспорт двигается быстрее и четче, что позволяет нам наносить сильные атаки. Сразив воинов, нам забивают стрелу на следующий день. Выйдя на арену, мы примечаем камушек в молоте этого додика. Камень этот имеет огненные свойства, а поэтому под атаки лучше не попадать. Плюс ко всему наш противник полностью закован в броню. И для начала надо разбить ее сильными ударами. Броня не проблема, и мы убиваем нашего врага. Далее нам дают суть главного замеса игры. Наш спаситель сообщает, что идет некая стена тумана, от которой пахнет смертью и не слабыми лещами. Но его прерывает Хумид, что желает продолжить кровавый марш и убить местного императора. И нам снова предлагают выбор, пойти с нашим спасителем Хасадом на отпор тварей, или же на штурм крепости. Для начала я пройду вариант с тварями. Нам предстоит оборонять проход в город. Нападать будут черви и осы, в том числе и взрывные. Отбиваясь от инсектоидного раша, нам сообщают, что пробили третий ярус. А там между прочим невинные женщины, дети и люди. Надо идти спасать. В тоннеле нам необходимо оборонять отступающих мирных жителей. После полного отступления нам необходимо выбраться через тоннели города, пробивая стены и червей оружием. Выбравшись из пещер, мы натыкаемся на одинокого бедолагу, который сообщает нам о том, что проход завален. Он вручает нам огнестрельное оружие и нам снова необходимо обороняться. Огнестрел неплохо прошибает мягкие тушки червей, но с него еще надо умудриться попасть. Итак, мы в тупике. Черви идут. Цель прожить до рассвета. Ничего сложного, миссия закончена. Пойдя по пути мести за хумидом, мы подлетаем к воротам. И стражники чуют что-то неладное. Но не успевают они сообразить, как люди на помостах начинают атаковать их с винтовок. Начинается замес. Убив всех, мы проходим внутрь, где нам надо убить еще парочку стражников. И тут начинается кромешный ад. Дело в том, что как вы могли заметить, у игры особенный физический движок, в котором при ударе учитывается и направление, и сила, и скорость удара. И эти параметры относятся не только к оружию, но и к любому предмету в игре. А здесь этих предметов куча. И куча это падает сверху на нашу голову. И просто случайный кирпич может убить нас. Пилороботы могут убить нас. Курение может убить нас. В этой миссии я натерпелся, но переборов боль и желание купить пропуск уровня, я осилил этот ад. Мы добираемся до покоя в господина арены. Он решает сам руки не марать, а кинуть на нас огнетышащего робота. С опасными и быстрыми режущими клешнями. Победить его несложно, если не спешить и отломать ему лапки. По окончании обоих путей мы приходим к одному исходу. Вернувшись к Хумиду, мы видим, что он свершил свою месть. Место, что ранее было ареной, теперь представляет из себя кладбище висельников. Он сообщает нам, что через 4 дня продолжится турнир, на котором будет сам император. И это наш шанс бросить ему вызов, который он не сможет отклонить, так как он пацан ровный и традиции святое, к тому же свои не поймут. В 9-м же или в 10-м году правления Кира Ганеш-Хават из рода Гояров союз заключил с воинством бездны, чтобы идти против Верхнего Царства и тем положил начало ужасной войне. Со многими сражениями и большей кровью пало Верхнее Царство. Царственный Сихем, город во свете звезд, воинством бездны был предан огню. И вот обрушилась бездна и пожрала людей, так, что не осталось сильного, и каждый жил в страхе, не ведая, что вокруг. Тогда проклял царь Кир врага своего Ганеш-Хавата и вместе с ним весь род Гояров. И поклялся, что не найдут они пристанища между людьми, и доколе жив рота у рекзидов, всяким потомкам его истребляться будут. Так закончилось Второе Царство. Мы прибываем на турнир. Первым делом нас подвергают испытаниям, жестоким, бесчеловечным, метание цепа в корзины. Поразив все мишени, нас снова привязывают цепью и заставляют сбивать мечом летящие в нас корзины, некоторые с подлянками, которые могут взорвать нашу жопу. И, наконец, Третье Испытание, в котором необходимо бить молотом по камушкам и подкидывать их в высоту. Цель испытания – побить рекорд. На все это нам дают 9 камней, и поэтому при навыке махать молотом сложности не возникнет. Нам снова придется сделать выбор, как продолжать турнир. Либо идти по пути спортсмена и играть в местный футбол, или крикет с боевым молотом и камнем вместо мяча. Либо идти и делать то, что мы умеем лучше всего – убивать людей на арене. При выборе первого пути нам предстоит отыграть 3 матча и все их выиграть, иначе мы лох. И не бойтесь иногда бить камень своим тельцем, так как нас неплохо регенерирует во время игры. После победы в третьем матче на нас натравливают огромного стреляющего робота, у которого огромные острые клешни. Но убирает так же быстро, как на складах закончилась PS5. При выборе пути мордобоя аренного нам предстоит драться. Из особенностей могу выделить парный бой, во время которого мой напарник сказал «ну нахер» и отлетел в начале матча, и мне пришлось тащить все в одно лицо. И бой с двумя братьями, которые обладают оружием с зелеными камнями, которые позволяют обретать им бесплотность и просто уклоняться от моих атак. После прохождения арены мы вступаем в поединок перед императором, и через несколько успешных боев бросаем ему вызов, а он в свою очередь узнает в нас убийцу своего человека. Но просто так его жопу мы не получим, для начала нам нужно прочистить ряды лучших воинов, и только потом мы получим право на сражение с императором. Драка на удивление выходит честно и без подлянок со стороны императора, и в конце концов победа, ну и нас опять берут в плен. Нас принимает у себя император Келете, который раскрывает свои планы, и то, что нашими руками захватил все то, что ему было необходимо. А необходимо ему было убрать людей, мешающих его планам, и получить три особых поющих камня. Оставив нас в живых во время геноцида нашего рода, он запустил цепочку событий, которая привела его к своей цели. И помог ему в сотворении этого плана Хумид, что и подстрекал нас на штурм. Но сделал это все наш враг не ради собственного блага, а для того, чтобы защитить весь мир от надвигающегося тумана, про который мы слышали раньше. С помощью камней он хочет одержать верх, так как эти камни, подобно камням бесконечности из Мстителей, дают своему владельцу неистовую силу. Глав Злат предлагает нам помочь ему и принять его дар в виде меча под названием Раздор. Опять от нашего выбора зависит, как пойдет глава, и на какую концовку мы выйдем в итоге. Начнем мы с пути, если согласимся, и примкнем к его армии. Я, Ганеш Хаваат, Синихерим Гаяр, Синихерим Кадиш, Синихерим Келете. В первый год моего царства, когда обрушилась бездна и пожрала народ мой. На третий день после этого я своей рукой разбил ключи от обиталищ духов, где встретил властителей, где заключил с ними союз. И все бедствия эти на нас навлек. Пойдя по пути меньшего сопротивления, мы начинаем главу с отрядом воинов у ворот крепости машин, в которую нам предстоит пробираться с боем. Внутри крепости нас будут донимать маленькие пилороботы в больших количествах и огромная защитная машина, в которую надо отбивать брошенные взрывные бочки нашим напарникам, чтобы оглушить робота. После этого градус пиздеца растет. На нас нападают огромные роботы в количестве трех штук с двумя пилами, которыми они орудуют очень умело и точечно выпиливают нам жопу. Вдобавок к этому сверху иногда скидывают взрывные бочки. После победы над роботами мы попадаем к маятнику, который нам нужно остановить. Но на самом деле нам надо снова обороняться. После убийства механических задниц мы ломаем шестеренку и ломаем маятник. Но на этом еще не конец, ибо мы сломали лишь ключ в тайное место роботов. Попав в тайник через портал, образовавшийся после поломки маятника, мы попадаем в механизм, напоминающий большую шестеренку или мельницу. Переживая атаки противников и лавируя между лопастями механизма, мы проходим дальше к завершению игры. Вот мы на финишной черте. Мы оказываемся у настоящего маятника. Нам нужно всего лишь дождаться, пока маятник зарядится, и выкинет нас к мамке роботов. Сделать это непросто по причине огромного обилия противников, что посланы надрать жопу непрошенным гостям. Преодолев все препятствия, мы попадаем в логово главного робота. С ним нас ждет схватка. У него много лапок, которые опускают электрические импульсы. И он умеет кидать динамиты, так что действовать надо быстро. Отрубаем лапки и бьем по голове. После победы наш герой летит по месту обитания робота. Второй день он в пути. Один. Во тьме. Без воды. Без надежды на выживание. Так и кончается история последнего из рода Гояров. Или же нет, мы с этим не согласны. Мы отказываемся сотрудничать с императором, за что мы ссылаемся в утиль на свалку роботов. Просыпаемся и тут же встречаем еще одного пленника. Вождя Саяди. Навин Ави Лата. Мы с ним общаемся, но нас прерывают роботы, вырывающиеся из-под земли. Мы хватаем молот и отбиваемся от атаки. В конце на нас нападает робот с огромной булавой. Сначала я хотел забрать ее себе, но ее надо было выкинуть для продвижения по сюжету. Так как это не только булава, но и ключ, каким был маятник. Мы бросаем его на землю, и нам открывается проход. Мы хватаем на Вима и летим дальше. А дальше нас ждет унижение, ибо в руках у нас говно. А враги при смерти чаще всего взрываются, выкидывая нас в стену, что не проходит бесследно. С горем и бранными словами, выбравшись выше по тоннелю, мы натыкаемся на двух охранников, держащих на себе такие же ключи. Эти ключи очень тяжелые и бьют током, а поэтому, попав под их удар, хорошо нам точно не будет. Далее мы попадаем в маятник, как и в первом варианте. И дальше прохождение ничем не отличается. До самой встречи с роботом. Поэтому к ней и перейдем, где нам откроется истина, и почему я в начале ролика упомянул про связь с вангерами. Закончив игру, у меня остались вопросы, и я решил поискать какую-либо инфу в интернете. Но наткнулся лишь на выжженную и безжизненную пустыню. Фанатские паблики кое-как проявляют активность. На фанвике статей написано «Сгульки нос», а на официальном паблике про Hammerfile вспоминают нечасто. Поэтому пришлось разбираться со всем самому. И сейчас пришло время немного разжевать все описанное выше и положить вам в рот. Концовка дает нам представление о том, что этот мир с коптерами и живыми машинами – лишь один из множества пузырей, что были посещены людьми. Но этот мир почти не затронуло вторжение инсектоидов. Лишь часть армии насекомых обитает и пытается выжить, так же, как и люди, что не похожи на цивилизованных челиков, способных к прыжкам через миры, а скорее напоминают пустынных бедуинов, торгующих и воюющих между собой, устраивая битвы на аренах и местные Олимпийские игры. Так что же произошло? А то, что люди пришли в мир, посмотрели на него и, увидев лишь пески и палящее солнце, двинулись дальше. Но как только они наткнулись на Криспа, вот тут этот мир и загрязил надеждой. Здесь был расположен центральный модуль управления проектом Молот, названный Серафим. Проект Молот был создан для вторжения в захваченные семьей миры, обрыва кластера миров от матери семьи и дальнейшему уничтожению Криспа. Мир за миром. И, возможно, это даже где-то удалось. Серафим сообщает нам, что те три поющих камня не просто магические кристаллы. Они не что иное, как ключ от коридора в другие миры. А план императора состоит в том, чтобы с помощью этих ключей свалить в другой мир. Так как тот туман, что идет, и есть семья, которая начала прорываться в этот замкнутый мир. Скорее всего, именно император Келета и накосячил с камнями и открыл коридор. У Серафима заложена команда стоять насмерть и ни в коем случае не пропустить семью ближе к родному миру людей. Именно поэтому нам предлагают повторить путь нашего предка, объединиться с умными машинами и выйти против бездны и всех, кто встанет на пути. Окончив сюжет, игра еще богата контентом. Можно поучаствовать в арендных боях, вот тут-то и начинается кошмар. Потому что противники максимально нечестные, закидывают нас гранатами, взрываются, кидают взрывные бочки, стреляют из ружей. Но за победы нам будут давать монетки и новое оружие, на арене можно застрять надолго. Второй режим представляет из себя охоту на насекомых, по окончанию которой нам подарят один из поющих камней. Третий режим является хаммерболом, за победу в котором нам дают славу, деньги и легендарный молот. Также имеется функция локального мультиплеера, но для его работы к компьютеру надо подключить дополнительные мыши и друзья, которые будут готовы с вами сыграть. На этом все, игра окончена, это видео подходит к концу, а нам остается ждать новую игру от Константина под названием High Fleet. И мне кажется, что и в этой игре мы вспомним про вселенную вангеров. На этом я не отрываясь от печи, отправляюсь стрепать следующий ролик, так как есть еще куча игр, о которых я бы хотел вам рассказать.